В отличие от Европы, ситуация с природным газом в России только улучшается. Трубы с голубым топливом прокладывают самые отдаленные уголки страны. В Зеленчукском районе завершается догазификация населенных пунктов. Как обстоят дела с станицей Старожевой, выяснял Али Баташев. Работы по подводу газового стояка к жилому дому номер 172 по улице Комсомольской станицы Старожевой были завершены уже в марте. Буквально через неделю газ был проведен в дом. Хозяйка домовладения Вера Германова с гордостью демонстрирует работу нового газового оборудования. Котла и скромной двухкомфорочной плиты. Теперь не нужно думать о приобретении дров и постоянной смене тяжелых газовых баллонов. Я осталась сама без дедушки, мне сейчас трудно. Дрова покупать газ, красота. Включила и тепло, и уютно, и хорошо. Дорого вам обошлось это все, да? Ну, около 130 тысяч. Ну, это внутридомовое, да, вот это оборудование? Котел сам, да? Ну, котел и все, трубы там всякие. Сейчас в Зеленчукском районе прокладываются траншеи, строятся распределительные сети. Идут работы по прокладке голубого топлива в жилые дома. Здесь еще планируется более двух километров строительство распределительных сетей, также с подключением жилых домов. Работы ведутся в полном объеме, материалы все имеются, стараемся войти в график. Составлен паспорт до газификации, в который включено 2160 домов по Зеленчукскому муниципальному району. И благодаря этой программе мы надеемся, мы уверены, что газ придет в каждый дом. Прорабатываем, буквально работаем мы с каждым собственником жилого дома, информируем об условиях участия в данной программе. На территории Зеленчукского района есть 17 населенных пунктов, где еще нет природного газа. Общей численностью населения порядка 50 тысяч человек. До конца 2025 года власти собираются полностью решить проблему газификации Зеленчукского района. Али Баташев, Руслан Харченко, Вести, Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район.